Привет! Не забудь подписаться на канал. В описании под видео ты найдешь полезные вещи для охотника. А теперь погнали! Затыльник это накладка, прикрывающая торец приклада. Обращаю ваше внимание на то, что ружье не всегда и не обязательно оснащается затыльником-амортизатором. У многих дорогих ружей затыльник изготовляется из ценных пород дерева, либо выполняется вместе с прикладом и представляет собой насечку на торце приклада. Но мы говорим с вами о серийных ружьях, на которых затыльник обязательно присутствует. На серийных советских ружьях затыльник изготавливался из эбонита, поэтому говорить о его амортизирующих свойствах вряд ли можно. Тем не менее определенные преимущества такого затыльника перед современными резиновыми затыльниками. Амортизаторами российского и не только производства все же были. Об этих преимуществах мы поговорим отдельно. Стреляет ствол, попадает ложа. Это бесспорно. Но ведь ложа состоит из частей, одной из которых и является затыльник. Значит, в определенной степени затыльник также влияет на результативность стрельбы. Угол между положением прицельной планки и плоскостью затыльника приклада имеет очень большое значение. Если вы поставите ружье затыльником на плоскую поверхность, то увидите, что стволы смотрят строго вверх или наоборот, отклонены в ту или иную сторону. Если приклад в носке длиннее, чем в пятке, то при вскидывании ружья стволы окажутся направленными выше, если короче, то ниже. Замена затыльника является одним из самых простых, что очень важно безболезненных и в то же время эффективных способов исправить погиб ложе, улучшить его прикладистость. Простой заменой затыльника можно изменить баланс ружья, вектор направления силы отдачи, прикладистость ружья. Замена затыльника позволяет свободно экспериментировать с длиной ложи, не меняя при этом размеров самого приклада. Некоторые специалисты предлагают иметь два затыльника, один для летних охот, второй для зимних. Толщина затыльника для летних охот, по их мнению, должна быть полтора сантиметра, для зимних 0,7 сантиметра. Итак, замена затыльника или установка затыльника амортизатора позволяет ослабить воздействие отдачи на стрелка. Изменить длину ложи. Устранить проскальзывание ружья или его повышенное сцепление с одеждой. Действительно ли затыльники? Амортизаторы способны эффективно и существенно ослаблять воздействие отдачи на стрелка. И да, и нет. С математической точки зрения, затыльник. Амортизатор действительно уменьшает отдачу, но не за счет амортизирующих свойств материала, из которого он изготовлен, а за счет увеличения общей массы ружья. Пользующиеся популярностью во всем мире затыльники. Амортизаторы Kiki S весят более 230 граммов. Конечно, такой затыльник способен ослабить отдачу только за счет увеличения общей массы ружья. Устанавливая такой затыльник, вы должны помнить, что при этом произойдет смещение центра тяжести ружья в сторону приклада. Смещение центра тяжести может сказаться как положительно, так и отрицательно на удобоправляемости и посадистости ружья. В то же время современные затыльники. Амортизаторы другой компании, выпускаемые под маркой 100 Straight Products, весит чуть более 30 граммов. Затыльник-амортизатор не только увеличивает массу ружья, но и ослабляет физическое воздействие импульса отдачи на плечо стрелка, в противном случае вряд ли его назвали бы амортизатором. Точно так же, как амортизатор автомобиля не делает дорожное полотно ровным, но ослабляет ударное воздействие, испытываемое автомобилем и что исключительно важно водителям и пассажирами. При езде по выбойным на дороге. Точно так же и амортизатор ружья ослабляет ударное воздействие, возникающее в момент выстрела, и превращает удар. Когда энергия отдачи воздействует на плечо стрелка в течение крайне малого отрезка времени, в толчок. Когда энергия отдачи оказывается распределенной на протяжении существенно более продолжительного периода времени. Упругий материал, из которого изготовлен затыльник, или ячеистая структура затыльника, начинает сжиматься под воздействием отдачи и отбирает при этом часть приложенной к нему силы. Точно так же газоотводные полуавтоматы отбирают часть энергии пороховых газов, используя ее для обеспечения работы автоматики перезаряжения. Конечно, более толстые затыльники, изготовленные из эластичного мягкого материала, в большей степени обладают амортизирующими свойствами, чем тонкие. Но за все приходится платить, точнее сказать, расплачиваться. Когда толстый затыльник проявляет свои амортизирующие качества, то есть в момент его сжатия, или как говорят ученые упругой деформации, приклад начинает движение вдоль скулы. Таким образом, ликвидировав одну беду, мы вызвали к жизни другую некомфортную отдачу. Термин некомфортная отдача включает и такое понятие, как дрочливость ружья. Поэтому охотнику и стрелку необходимо найти решение сложной задачи, условие которой, впрочем, весьма просто, чем пожертвовать отбитым плечом или свернутой скулой. Затыльник способен не только ослаблять силу отдачи. В сочетании с прокладками различной толщины и формы он может быть использован для изменения длины приклада в соответствии с антропометрическими данными конкретного охотника. Используя этот способ, охотник может обойтись без помощи ложевщика профессионального или любителя и не опасаться за целостность приклада, особенно если он изготовлен из высокосортного ореха или пластика. А то не перевелись еще на Руссии оружейники. Энтузиасты. Изменяя количество прокладок, установленных между затыльником и ложей, можно увеличить длину приклада и изменить угол наклона приклада относительно линии прицеливания. При увеличении угла наклона при увеличении длины приклада в пятке приклад будет поднят, а стволы опущены, но это может привести к увеличению дрочливости ружья. Уменьшение угла наклона при увеличении длины приклада в носке будет способствовать уменьшению некомфортной отдачи, но при выстреле ружью может соскальзывать с плеча. Большинство ружей для трапа или вообще не имеют, или имеют весьма незначительный пич. Как правило, охотничьи ружья имеют небольшой пич. Резиновые затыльники. Амортизаторы имеют еще одно преимущество перед деревянными или пластиковыми затыльниками, они исключают проскальзывание ружья при выстреле и повышают устойчивость оружия в пирамиде на стойке. А вот восхищающие своей красотой изготовленные из пород дерева затыльники оружия высокого разбора с этой точки зрения функционально абсолютно бесполезны. Но с другой стороны, резиновые затыльники-амортизаторы цепляются за одежду и затрудняют вскидывание оружия, точнее сказать вкладывание приклада в плечо. Затыльники-амортизаторы выпускают несколько компаний. Они различаются как по типу конструкции, так и по материалу, из которого они изготовляются. И хотя выбор не так широк, а кому-нибудь хотелось бы, тем не менее при желании вполне можно найти именно то, что хочется именно вам. Назову для примера лишь несколько моделей затыльников. Амортизаторов, выпускаемых различными компаниями мира. Затыльник-амортизатор Wego изготовлен из твердой резины с пластиковой вставкой верхней части. Абсолютно несминаемый и твердый как сталь. Как амортизатор совершенно бесполезен, но зато как украшает приклад. Затыльник-амортизатор Pitchmare Old English некогда пользовался огромной популярностью, которая в настоящее время несколько утрачена. Внешне он выглядит очень привлекательно. Весь его вид убеждает в надежности и правильности сделанного выбора. Амортизатор имеет и чистую структуру как упаковочный картон и за счет этого небольшую массу, что важно для сохранения баланса ружья. Эффективность его работы может быть оценена как средняя, не выше. Со временем материал, из которого изготовлен этот амортизатор, начинает твердить, а что в этом мире вечно. Что ставит на повестку дня вопрос о его замене. Затыльник-амортизатор Pitchmare Disslerer выбор сегодняшнего дня. Он выглядит так же импозантно, как и модель Old English, но в отличие от своего предшественника, изготовлен из современного полимера, обладающего исключительно высокими амортизирующими свойствами, но при этом малой деформацией под нагрузкой. Что практически исключает некомфортную отдачу при выстреле. Пластиковая вставка в верхней части амортизатора должна по замыслу конструкторов облегчать вкладывание ружья. Затыльник. Амортизатор KIK-ES еще один сегодняшний фаворит. Этот цельнолитый амортизатор изготавливается из современного полимера Sarboton, имеющего большую массу. Этот полимер активно применяется в качестве амортизирующих прокладок и вставок при изготовлении спортивной обуви высокого класса. Пожалуй, именно этот амортизатор обладает самыми высокими потребительскими качествами, которые могут быть предъявлены к данному типу изделий. Высокая амортизирующая способность и при этом малая деформация. Хотя необходимо, признать, что масса этих амортизаторов значительно больше массы амортизаторов Patchmare Decelerator с ичейстой структурой. В то же время ичейстая структура амортизаторов Patchmare Decelerator несколько усложняет их подгонку под конкретный приклад. Затыльники-амортизаторы Terminator являются разработкой компании 100 Straight Products. Эти амортизаторы удачно совмещают в себе малую массу ичейстых затыльников Decelerator и цельнолитых затыльников Kick. Yes. Амортизаторы Terminator также изготавливаются из современного упругого полимера, обладающего чуть большей деформацией, чем сорботом, но меньше, чем у амортизатора модели Decelerator. Кроме того, этот затыльник. Амортизатор может сочетаться со специальными прокладками из спиненного материала. Но подгонка амортизаторов Terminator является еще более трудоемкой, чем амортизаторов Kick. Yes, так как в них даже отсутствуют отверстия под винты. Поэтому без помощи профессионала в данном случае не обойтись.